Всем привет! Сегодня я очень быстро, пока не села солнце, расскажу вам о своих планах на июль. Вы почему-то такие видео очень любите смотреть, но я люблю их для вас снимать, потому что планировать, в принципе, свои ближайшие чтения очень приятно, и составлять, в общем, списки на эти ближайшие чтения я очень люблю, поэтому попытаюсь в этот раз, опять-таки, что-то напланировать. Хотя обычно все мои планы терпят фиаско, все, что я планирую, я не читаю, хотя, если быть к себе справедливой, то, в принципе, половину из того, что я планирую, я прочитываю, так что не буду слишком уж прям строга к себе. Надеюсь, половину из этого я хотя бы прочитаю, потому что как раз-таки в июле я возвращаюсь в Киев, к своим огромным книжным полкам, стеллажам, к огромному своему разнообразию, поэтому вполне возможно все еще сто раз переиграется, изменится, и я выберу читать совершенно другие книги, но, надеюсь, хотя бы половину из этого всего я прочитаю. Вообще, я стараюсь убирать книги для прочтения каждый месяц по трем критериям. Одного хотя бы любимого писателя прочитывать в месяц, одного нового писателя, с которым давно хочу познакомиться, и вот с недавнего времени решила каждый месяц читать по какой-то книге, которая получила либо какую-то премию, либо читать книгу писателя-лауреата какой-то премии, да, Нобелевской, например, чтобы вот хоть как-то с пользой читать книги, что-то хотя бы полезное выносить из этого всего процесса. Не всегда, конечно же, я придерживаюсь прям этого строгого критерия, но стараюсь, так что из любимых писателей я планирую взять либо Фенни Флэг, либо Джоан Харрис, потому что летом, мне кажется, как раз-таки замечательно читать их книги. У Джоан Харрис такое все атмосферное, волшебное, связанное там часто с кулинарией, такое, в общем, вкусное. А у Фенни Флэг это вообще прекрасно, очень милая и удивительная у нее романы, место действия там все время, маленький городок на юге США, где все друг друга знают, и вот, в общем, все цветет, пахнет, очень приятные у нее романы, поэтому летом, мне кажется, читать их в самый раз. В категории знакомства с писателем я решила совместить приятное с полезным. С этим писателем я действительно очень давно хочу познакомиться. Во-первых, а во-вторых, это латиноамериканские писатели, опять-таки читать летом прозу латиноамериканских писателей как раз-таки вот очень в тему, вот эти все горячие, жгучие страсти, это все так атмосферно. У них жара, у нас жара, подогреваются все эти чувства. В общем, решила я взять книгу писателя Жоржа Амаду «Донна Флор и два ее мужа». У меня есть книга этого писателя «Пальмовая ветвь погоны и пеньюар», как-то так. Но я ее начинала читать, и мне показалось, что я все-таки не полюблю, ну не так сильно, возможно, полюблю этого писателя благодаря этой книге, как я бы могла. И что стоит все-таки выбрать что-то другое для знакомства с Жоржа Амаду. И вот как раз-таки я решила выбрать эту книгу. Купила ее на днях в букинистической лавке за один белорусский рубль. Так что очень приятная покупка вышла. Тем более, что вот этот роман, я так посмотрела, его сейчас очень тяжело найти, по крайней мере, я так полазила по интернет-магазинам, его нигде нет. Поэтому вот приятно, дешево. И очень много хороших отзывов об этой книге. Я знаю, что Кате и Свете она очень нравятся, поэтому буду читать. И вот как раз-таки я уже прочла первую главу, и вот совсем другое, конечно, впечатление от Жоржа Амаду у меня складывается. Мне кажется, что вот с этой книгой все-таки у нас получится с ним наладить отношения. И ухожу прям совсем в другую степь. Буду читать две книги на контрасте. Это уже не латиноамериканская проза, а скандинавская литература. Это Сельма Лагерлев. Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции. Где-то здесь у меня суперобложка от этой книги лежит. Сняла я ее, потому что читаю эту книгу сейчас. Прочла я всего лишь первую главу, и мне пока нравится. Действительно, мне кажется, вот очень так по-скандинавски здесь... Почему я сказала, что на контрасте буду читать? Потому что если вот латиноамериканская – это страсти, чувства и вот эмоции, жара, то как раз-таки скандинавская проза – это чаще всего что-то очень холодное. Классическая скандинавская литература затрагивает очень много сказочного, волшебного, фольклора. Так что совсем не похожие книги. Начинается эта книга действительно довольно странно. Так вот, чисто по-скандинавски. Наш главный герой – маленький мальчик. Он очень такой злой, противный. Обижает животных, обижает родителей. И родители его уходят в церковь в воскресный день и заставляют, строго-настрого приказывают ему сидеть дома и читать Библию. Но наш мальчик за чтением Библии засыпает, просыпается и видит перед собой домового. Решает он, в общем, с этим домовым поиграть, словить его. Ловит домового, домовой ему обещает там, в общем, серебряные ложки, золотые монеты за то, чтобы мальчик его отпустил. Мальчик думает, думает, решает не отпускать. И, в общем, вырубается, открывает глаза, а он сам стал домовым. Он маленький, все предметы для него огромные, вся комната огромная. Книгу он может прочитать только, если на нее залезет. И мальчик идет на поиски этого домового, чтобы уговорить его вернуть его в нормальное состояние. Встречает он своих домашних животных, спрашивает у них, где же этот домовой. Там гусей, кур, котов. Но никто ему помогать не хочет, потому что мальчик был очень противный, всех их обижал. И в конечном итоге мальчик цепляется за спину гусю. Гусь улетает, и мальчик улетает вместе с ним. По Швеции, на север. Вот так вот у нас начинается эта книга. Это всего лишь первая глава, так что я вам ничего не проспойлерила. Довольно, мне кажется, по-скандинавски, довольно по-сельма-лагерлевски, мне кажется. Поэтому очень интересно, буду читать и, надеюсь, наслаждаться. Книга из серии литературных премий. Я решила выбрать книгу, которая в последнее время очень часто мелькает. Я очень часто о ней слышу, и только положительные вещи. Это Майкл Андаджи «Английский пациент». Очень многие хорошо отзываются об этой книге. И получила она Букеровскую премию. Это, наверное, моя любимая премия, потому что все-таки английская литература, английская премия. Так что, надеюсь, мне понравится. Надеюсь, я вообще доберусь до этой книги в этом месяце. И решила оставить себе такие две рандомные книги. Не знаю, тоже доберусь от них или нет, но очень хочу. Первая – это Даниэль Кельман Ф. Я уже читала у этого писателя «Измеряя мир» книгу. Мне она очень понравилась и занесла ее в любимое. Поэтому, когда я увидела, что выходит этот роман, я уже приготовила все свои деньги, чтобы просто отдать за эту книгу и прочитать ее. Так что, вот. Надеюсь, мне понравится. Я не разочаруюсь в этом писателе. И вторая книга, она же последняя для этого видео. Это «Горан Петрович. Атлас, составленный небом». Горана Петровича я читала когда-то очень-очень давно. Читала его книгу «С местом для свиданий». Мне она очень понравилась, но все-таки не было... Я только-только вступала на свой читательский путь, поэтому у меня было мало каких-то книг для сравнений. Вообще, это сербская литература. Как-то не та литература, мне кажется, которую стоит читать, когда ты еще совсем молодой, зеленый в мире литературы. Поэтому мне понравилась книга, понравилась особенно тематика этой книги, что есть люди, которые могут открывать книги и перемещаться в них. И вот бродить по улицам, городкам, местам действия этих книг, с другими читателями, там общаться, знакомиться. Мне кажется, это замечательная идея. Вот. Но очень много каких-то таких моментов я в этой книге не поняла. Поэтому как-то остался у меня такой знак вопроса над фамилией Егора Петрович. И вот его сейчас у нас начали переиздавать. Я поняла, что это прекрасная возможность возобновить знакомство с ним и все-таки понять, нравится мне этот писатель или нет. Вот. Так что я купила атлас «Составленный небом» и, надеюсь, в этом месяце до него доберу. Вот такие вот были у меня планы на июль. Держим кулачки, чтобы я все это прочитала все-таки, не сбилась с курса. Пишите, что вы из этого всего читали, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы планируете читать в этом месяце. Спасибо большое за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok